В Нагаево или Гертнера? Если в бухте Гертнера, то где именно? Место проведения вторых рыбацких соревнований по подлёдному лову Корюшки и Наваги Клёвая Колыма определит рабочая группа правительства Магаданской области на этой неделе. Как раз рыбаки сейчас предлагают также бухту Гертнера рассматривать, но несколько изменить локацию, то есть это будет где-то между Монахом и, соответственно, кедровым ключом. Место также довольно-таки безопасное, небольшие глубины, хорошее промерзание льда, которое позволит действительно нормально провести с точки зрения безопасности. Ну и место, наверное, более уловистое, что, конечно, для рыбаков это будет основопомогающим фактом. От рыбаков поступают предложения по локации в бухте Нагаева, напротив парка Маяк. Там есть съезд на лёд, большая парковка, рекреационная инфраструктура нового парка. Но пока на обсуждениях на рабочей группе перевешивает бухта Гертнера. Клёвая колыма в этом году обязательно будет. Она пройдёт в марте месяце, я думаю, в середине. Сейчас как раз идут организационные мероприятия. Как лучше все ошибки прошлого года постараемся учесть. Всё будет хорошо. Губернатор за, ему понравился результат прошлого года, хотя это всё было в торопях, но и людям понравилось главное. Будут опять хорошие подарки, большие призы. Я думаю, мотособака будет всё-таки. Ну, ещё что-нибудь. Не только рыболовный фестиваль, но планируется как целый праздник для всего города. Потому что людей туда приезжает очень много. Я думаю, всё-таки это будет основная часть в районе Дугчи и на бухте Гертнера мероприятие по соревнованиям. Успешный опыт запуска в Магадане такого массового фестиваля, как Клёвая Колыма, многих подводит к мысли об организованном продвижении этого события, как новой зимней фишке региона для туристов. Естественно, это должно стать очередной точкой притяжения в город. Напомню, что подобного рода мероприятия, ну, правда, надо сказать, более масштабные и более продолжительные уже по времени, то есть в этом году будет 11-е соревнование, проходит на Сахалине. Вот, мы хотим сделать в Магадане не хуже, чем на Сахалине, и чтобы в Магадан тоже хотелось бы приехать и хотелось бы участвовать в этих мероприятиях. По словам Андрея Таболина, сейчас у рыбацкого фестиваля только два препятствия. Погода в момент его проведения, которая может сдвинуть конкретные даты соревнований. И пандемия с новым омикроном, ожидаемый на Колыме уже со дня на день. Продолжение следует...